МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 20-х годах прошлого века на юге Франции одиноко доживала в свои дни женщина с русской фамилией. О кровавых событиях последних лет, революции, гибели империи узнавала она из французских газет. О ней ходило много легенд, что она была любовницей императора и чуть было не стала императрицей. КОНЕЦ Их роман начался в 1865 году. Ему было 47, ей 18. КОНЕЦ Эта ситуация совращения невинности мне напоминает ту, которая была описана в знаменитом романе Шудерла-Далаклу «Опасные связи». Только там действует опытный, холодный, развратник. А здесь романтический человек, который жаждет, в общем, не столько чувственных наслаждений, сколько любви возвышенной. И, в общем, он получил в результате и то, и другое. У императора нужно учиться тому, как обольщать женщин. И, на самом деле, скорее всего, даже первая влюбленность, а дальше он сам себя раскручивал в этой любви и в этих чувствах. А, может быть, в нем еще и инстинкт охотника работал. Все крепости сдавались, все женщины не могли ему отказать. Поэтому молодая девушка ему, императору, мужчине еще в расцвете лет. Поэтому это было не только любовь, но и, в общем-то, и стремление. И здесь одержать победу, к которой он привык. И в юности, и в зрелые годы у императора было множество любовных романов. Он стремительно влюблялся и так же быстро остывал. Княжна Екатерина Михайловна Долгорукая родилась в 1847 году в Москве в знаменитой семье Долгоруких, уходящей своими корнями к Рюрику, Юрию Долгорукому и многим другим знаменитым деятелям Древней Руси. Да и со стороны матери, веры, она принадлежала к известному западно-русскому роду Вишневецких. Семья жила в Полтаве, точнее, в Подполтаве, в имении Тепловка. Там прошло детство Екатерины Долгорукой. Кстати говоря, когда было 10 лет, туда приехал император Александр II. И все рассказывали знаменитую историю, как император отдыхал, а от флигеля, куда переселили с Долгоруки, чтобы не мешать государю, прибежала девочка. Он спросил ее, что тебе надо? Она сказала, я хотела посмотреть государя. Он ее посадил на колени и долго с ней разговаривал. Первая встреча, 10 лет, девочка убегает, требует, представьте мне, императору. Что может вызвать, кроме улыбки, кроме такой естественной реакции? Ну, дети всегда вызывают, да? Нормальную реакцию, эмоционально-позитивную у нормальных людей. А еще такая боевая девочка, которая не стесняется, не прячется там в углу или за колонной. Михаил Михайлович Долгорукий, отец Екатерины, пустился в какие-то авантюры, разорил имение и с огорчением умер. Вера и шестеро ее детей остались ни с чем. И государь, пометуя вот эту встречу, взял под опеку семью Долгоруких. Это означало, что он помог им деньгами. Долгорукие переехали в Петербург, а девочки, Екатерина старшая, младшая Мария, были устроены в Смольный институт, где они стали учиться. Когда император второй раз увидел Екатерину Долгорукую, он поразился необыкновенным изменением, произошедшим за эти годы с девушкой. Она была прелестна. Мне кажется, судя по тому, как начинался роман ее с императором Александром Вторым, что к 18 годам детство Екатерины Долгорукой как-то не кончилось. Потому что уж сколько знаков внимания оказывал ей влюбленный император. И приходил, и присылал фрукты и сласти, и посещал ее инкогнито, когда она заболела в лазарете. И уж, наверное, известная придворная сводница Варвара Шебека тоже как-то что-то намекала ей и пыталась просветить ее в том смысле, что должно произойти. Но Екатерина Долгорукая ничего не хотела понимать. И мне кажется, что это не такой расчет холодной кокетки, которая набивает в себе цену. По-моему, это настоящая чистота, которая просто ничего не знает про это, как мы теперь говорим. Ну, как бы то ни было, дальше все развивалось так, как можно начать роман ранним, мартовским утром. Екатерина Долгорукая вместе с горничной гуляла по аллее летнего сада, и вдруг из-за поворота вышел император. Он подошел к девушке, взял ее под руку и увлек в боковую аллею. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что в романе Екатерина Долгорука и Александра Второго все, в общем, происходило, как всегда. Пока у него были многочисленные имприжки, необязательные, то все как-то это терпели, смотрели сквозь пальцы. А как только появилось серьезное чувство, то все мгновенно возмутились. Долгорукие отправили Екатерину в Италию. Александр поехал следом. Она сама оказалась в плену его страсти, но при дворе именно ее считали злым гением императора. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вообще семья очень болезненно воспринимала роман императора и Екатерину Долгорукой. Болезненно и с возмущением. Еще до начала связи с Екатериной император как-то наставлял своего сына, будущего императора Александра Третьего, чтобы тот не допускал никогда тайных браков, потому что у нас в семье все ограничивалось гостиными интрижками. Но здесь было совсем другое. Здесь начался такой необыкновенный роман. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он нарушил все приличия. А ведь уже не молод. Сыновья женихи. Затеял свои реформы, а теперь не знает, что с ними делать. Не может скрыть своего увлечения и краснеет при виде этой институтки. Ах, ах, ах. Я думаю, что Александр Второй, ревностно защищая свою личную жизнь, все-таки немного переусердствовал. Он как бы навязал свою вторую семью своим законным детям. Поэтому и дети, и общество возмутились. Отсюда, наверное, и вот это обилие неоправданно, наверное, злобных нападок на Екатерину Долгоруковую, отзывов о ней таких дурных. Уж она и глупа, и бестактна, и даже плохо воспитана. Вот мне кажется, последнее нарекание для смолянки просто не может быть справедливым. На смолянок никогда таких жалоб вообще не поступало. Значит, это, наверное, все-таки просто злоба. С точки зрения существовавшего нового поведения ничего такого предосудительного она не сделала. А уж то, что во все времена злые языки были готовы более удачливых соперниц критиковать, поливать грязью и как-то принижать по елику, это возможно. Ну что ж, это плата. И чем ближе мы к власть поддержающим, тем эта плата выше. 14 лет двойной жизни. Вплоть до смерти императрицы Марии Александровны в мае 1880 года. Как-то рассказывают, что в Петергофе был бал. И на этом балу, как Фрейлина, Екатерина Долгорукая присутствовала. И танцевала, она вообще любила танцевать. И присутствовал государь, который захотел уехать. Наследник престола проводил его до кареты, а потом, вернувшись, сразу устремился к эстраде, на которой играл оркестр Семеновского полка. Прекратил музыку и остановил бал. Это было необыкновенное нарушение бальных традиций. Но понятно, почему так поступил цесаревич Александр Александрович. Он не мог вытерпеть даже присутствие Екатерины Долгорукой в этом зале, где были все члены семьи Романовых. Каждый его жест был на виду. Каждая его поездка фиксировалась и в материалах третьего отделения политического сыска и в памяти сплетников. Каждое его слово значило и перетолковывалось. Но он был убежден, что он так хочет. И как юный юнкер бегал по Елагину острову и другим паркам, дожидаясь свиданий с Екатериной Долгорукой. Александра Второго, я думаю, привлекала вот в своей второй семье не только любовь, но и свобода. Потому что его первая законная семья она была настолько задушена этикетом, что, наверное, просто очень душно там жилось. Меня поразил особенно один эпизод, когда умирал старший сын у них в Ницце и этикет не позволял родителям к умирающему мальчику лишний раз прийти. Вот это просто поразительно. И, ну, с трудом я представляю, например, эротические рисунки, сделанные императором си его жены. А вот Екатерина Долгорукой он делал эти рисунки и представляю, какое счастье при этом испытывал. Ситуация от культуры, если бы она демонстративно как-то вела себя недостойно и демонстрировала какие-то необуданные страсти, экзальтацию и так далее, возможно, да, она бы эти упреки заслужила. А что касается отношений внутренних, личных, кого, какое дело, уровень раскрепощенности и уровень культуры отношения, интимной в том числе, это личное дело каждого. Одного ее поступка я все-таки никак не могу понять. Все-таки то, что она, будучи на снастях, уже пошла рожать ребенка в Зимний дворец, наверное, с опасностью для жизни этого ребенка, вот это, мне кажется, уже чересчур. Она видела в этом символический смысл. Их первенец, сын Георгий, должен был появиться на свет именно здесь. Вернувшись после турецкой войны, император Александр совершил поступок необыкновенный для него и его семьи. он поселил Екатерину Долгорукую вместе с Георгием и Ольгой в Зимнем дворце на третьем этаже, как раз над своими апартаментами. Но рядом находились апартаменты императрицы Марии Александровны. И она могла слышать, как бегают дети ее мужа. Для нее это было колоссальным шоком. Зачем он устроил ей такую жизнь? Почему он так не щадил чувства своей жены, с которой у него были вполне хорошие отношения? Почему он устроил из дворца некое подобие коммуналки? Это остается за гранью моего понимания. КОНЕЦ Став матерью, она перестала считать себя просто любовницей, но и не ощущала себя женой. Однако ни упреков, ни жалоб Александр от нее никогда не слышал. Она все время подсознательно даже, наверное, хотела каких-то знаков законности, легализации, что ли. Потому что ведь с одной стороны женщина, когда она любит, она готова быть тенью любимого мужчины, следом его башмака, чем угодно. Но с другой стороны сознание раздваивается в этом случае. И все-таки быть тенью всегда, постоянно очень тяжело. Шли годы, и император старел, ему нужно было думать о будущем своей молодой тайной супруги, а главное о будущем своих детей от нее. Опасаясь внезапной смерти, Александр Второй обеспечил им состояние, назначив пожизненное содержание. Конечно, венчание, которое произошло после смерти императрицы Марии Александровны, в результате которой Екатерина Долгорукая стала княгиней Юрьевской, оно было очень важно, как для всякой женщины. Но вот даже после легализации отношений, какие унижения все равно ее ждали в этой новой уже законной семье. И вот у меня, например, от этих ее жалких, жалобных слов, почему они не хотят со мной говорить, что я им сделала. От этих слов у меня просто сжимается сердце. Для царской семьи Екатерина стала серьезной угрозой. Двор охватил страх за престол наследия, который заслонил реальность происходящих в стране событий. А покушения на императора следовали одно за другим. Влияла ли Екатерина Михайловна на политику? Трудно сказать. И да, и нет. Она была фрейлина, но никогда не появлялась по дворе и жила в полной изоляции. Государей мог доверять. И с самого начала он стал делиться с ней своими мыслями, соображениями политики. Она сначала ничего не понимала, но с годами вошла в круг его интересов и давала какие-то советы. И злые языки утверждали, что вообще он говорит со слов Екатерины Долгорук. Это только отчасти верно, потому что он вкладывал в нее свои мысли, свои соображения, и она как живое зеркало, как близкий ему человек возвращала эти мысли и им было о чем интимно и долго говорить, в том числе политики. Долгорук. 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 Она была чистая доска. У нее не было лично заинтересованности, потому что можно было на ней опробовать. Вот те решения, те мысли, те идеи, те проблемы можно было выговорить. Неважно, она могла ничего не говорить. Лучшим собеседником всегда считался и считается не тот, кто умеет много и красиво говорить, а тот, кто умеет слушать. Как раз это самое настоящее искусство. Зачастую бывало, то, что переговорив о каких-то делах, он отъезжал даже до вечера куда-то в другое место и писал ей письма. Этих писем сохранилось несколько тысяч. В каких-то грехах не обвиняли Екатерину Долгорукую, но мне кажется все-таки главное, что она по-настоящему любила Александра Второго. Иначе бы она не бросалась его объятия так искренне и порывисто в минуты опасности, например, когда чуть было не взорвали всю царскую семью, не просилась бы в опасное путешествие с ним в поезд, который, в общем, тоже могли взорвать. Конечно, было и тщеславие. Конечно, потому что иначе не показывала бы она всем потом уже свою расшитую, роскошную мантию, предназначенную для коронования, так и не состоявшегося, конечно. Но, по-моему, все-таки все равно, все на свете, всю эту историю и тома мемуаров прикрывает один жест, главный жест в ее жизни, когда она срезала и положила в гроб Александра Второго свои роскошные каштановые волосы. Языческий жест, но отныне условности двора ее больше не волновали. Она была свободна, но потеряла смысл жизни. его зиму ни хавней живот и никого государя нашего императора Александра Николаевича и все России. на этой великолепной лестнице малого мраморного дворца, где она поселилась после смерти своего мужа, Екатерина Михайловна однажды спустилась вниз, села в карету, уехала навсегда из России во Францию, в Ниццу. Когда-то вместе с императором они мечтали поехать вместе. Он хотел оставить престол наследнику Александру Александровичу и уехать со своей семьей в Ниццу, чтобы там в тиши и благополучии закончить свою жизнь. Но не получилось. У него была своя судьба, а у нее своя. И она из этого дворца уехала одна. Светлейшая княгиня Юрьевская пережила своего царственного супруга на 40 лет. Вырастила детей и умерла в Париже в 1922 году. Светлейшая и утрен которых вошла и утрен в тишине в Тишине утрен на 50 лет. И утрен и утрен осталось, гадоняю, утрен и утрен .